всем привет друзья с вами евгений канал забыстревью давненько у меня на канале не было обзоров моторов и сегодня я держу в руках моторы airbot white 2306.5 на 1800 киви давайте посмотрим как они выглядят дизайн конечно у этих арботов просто зачетный кстати напомню что арботу моторы производит компания rsin power это моя любимая компания которая очень даже неплохие моторчики делает на разный бюджет стоимость таких моторов порядка 19 долларов давайте посмотрим сколько он весит вес мотора с длинными проводами и без гайки составляет 36 45 грамм добавляя гайку выходит полный вес 36 92 грамма мотор достаточно легкий теперь внимательнее осмотрим нижнюю часть мотора здесь стандартное крепление 16 на 16 миллиметров используется обмотка с тонким проводом и по поводу магнитов могу сказать что у данного мотора используются ровные магниты на удивление хотя думал что это самый топовый и жирный моторчик в линейке airbot однако магнитики здесь ровные что дают ровные магниты друзья в первую очередь ровные магниты дают возможность уменьшить конечно же тягу и если вам нужен мотор не для рейсинга а для какого-то плавного полета для cinematic flight вам принципе моторчики с ровными магнитами очень даже пригодятся я планирую на этих работах собрать свой первый диджай fpv дрон и думаю что он будет вместе с ними летать не менее 7 минут сверху есть насечки чтобы не откручивался пропеллер вал здесь полый и снизу используется крепление стандартным трех миллиметровым болтом подшипник кстати стоит достаточно большой внешний диаметр 9 миллиметров итак друзья я для вас разобрал один из моторов посмотрим на внешний вид внутренностей тонкая обмотка намотанном принципе не очень ровно с другой стороны ровно намотать обмотку тонким проводом практически невозможно ровно можно намотать обмотку с толстым проводом моторчик конечно разобрался не очень корректно и подшипник остался на валу поэтому не понятно что там под подшипником именно по этой причине я стараюсь новый мотор не разбирать потому что очень очень туго этот моторчик разбирался, его пришлось прикрутить к раме и понемногу выстукивать дополнительным 3-х миллиметровым длинным болтом. Опять же, друзья, по поводу магнитов, они здесь абсолютно плоские. Видна балансировка в некоторых местах, например, вот здесь. Очень радует меня внешний вид такого мотора. И, кстати, могу сказать, что купол состоит из двух частей. Внешняя часть это одна часть и, собственно, сам купол это вторая часть. Итак, друзья, переходим на Banggood. Стоимость мотора в 19 долларов. На выбор есть две версии 1800 и 2500 киви. Я выбрал версию 1800 для того, чтобы использовать ее шестибаночным аккумулятором. Почитаем технические характеристики. Конфигурация здесь 12N, 14P, то есть 14 полюсов. Диаметр, соответственно, статора 23. Высота его 6,5 миллиметра. Диаметр вала составляет 4 миллиметра. Он внутри полый. Вес с короткими трехсантиметровыми проводами выходит 33,5 грамм. Максимальный длительный ток для версии 1800 киви составляет 40 ампер. Для версии 2500 киви составляет 45 ампер. Очень классный внешний вид у данных моторов. И он мне чем-то напоминает FlyVu. Далее идет табличка с данными по версии 1800 киви. Могу отметить, что с пропеллерами 5,4,3 при шестибаночном аккумуляторе выходит максимальная тяга порядка 1,5 килограмма. А вот ток меня очень радует. Всего 26,5 ампер. То есть можно создать неплохой долголет на базе этих моторов. При использовании более злых пропеллеров можно получить тягу около 1,7 килограмма. И в принципе, мне, я думаю, такой тяги будет недостаточно. То есть если нужно будет поднять тягу, я просто поставлю более злые пропеллеры. И максимальный ток все равно не превышает 37 ампер. Это очень даже приятно. И судя по всему, можно даже 6-дюймовые пробы поставить. Тяга будет 2 килограмма с маленьким хвостиком. И максимальный ток всего 40 ампер. Класс. Табличка для 2500 киви-версии здесь также есть. Но мне, в принципе, эта версия неинтересна. А все потому, что в 2020 году уже пора летать на шести банках. Итак, друзья, первая часть обзора по данным моторам подходит к концу. Сейчас переходим к тестам мощности. И далее будет вывод. Погнали! Итак, друзья, начнем тестирование моторчика AirBot Wide 1800 киви. Первый пропеллер будет Долпроп Непал Н1-5143. В 2020 году я решил полностью обновить свои тестовые пропеллеры. И все 5 пропеллеров будут современными. Подключаю шестибаночный аккумулятор. Поехали! Ничего себе! Тяга больше, чем 1,6 килограмма. На самом деле, я недавно тестировал AirSyn Power Smux 1880 киви у них было. и я ожидал меньше тяги на AirBot моторе. Все потому, что у AirSyn Power Smux магниты закругленные и крутится этот моторчик достаточно туго. А у AirBot магниты ровные и он, смотрите, как легко крутится. Практически нет никаких фиксаций. Но тяга была реально неплохая. Максимальный ток составил 31,7 ампера. Далее идут HQ Pro P5, 4, 3, 3, 2й версии. Посмотрим, что они смогут показать. От первой версии они отличаются, судя по всему, только внешним видом, потому, что форма у них и так была идеальная. Подключаю свежий аккумулятор. Поехали! 1680 грамм тяги примерно и максимальный ток составил 28,11 ампер. Интересно, ток даже немного меньше стал, а тяга в принципе очень даже неплохая. Далее идут современные HQ Adhex S5. Это прикольные фристайлерские пробки. Шаг здесь 40, то есть это 50-40 пропеллеры, но я уже тестировал эти пробки с другими моторами и тяга здесь должна быть очень неплохая. Сейчас проверим свежий CNHL. Погнали! Да! Adhex S5 делают реально чудеса. Больше чем 1,8 килограмма тяги на аэрботовском моторе, у которого даже практически не ощущаются позиции, потому что магниты у него не закругленные, а плоские. И максимальный ток составил 34,75 ампера. Переходим к следующему пропеллеру. Далее идет у нас Далпроп Speedfar Т5147.5. Те пропеллеры как бы для рейсинга, но судя по предыдущим тестам тяга у них скорее всего сейчас будет немного меньше, чем у Adhex S5. Сейчас узнаем. Ну, да, немного тяга была меньше, практически 1,7 1,75 килограмма и максимальный ток составил 31,79 ампера. Переходим к последнему пропеллеру. И последним пропеллером в моем тесте становятся рейсерские очки проб R42. Эти пропы имеют достаточно широкую лопасть и думаю, что они сейчас покажут максимум тяги. Погнали! Да, тяга была больше, чем 1,8 килограмма, примерно 1,85 уточню на повторе и максимальный ток составил 38 ампер да, это не слабо и понятное дело по дрессе такие конечно результаты подтягив потоку это нормально но для фристайла этот пропеллер не годится тяга у него хорошая я думаю, что он неплохо на низах подхватывает но с такими токами аккумулятор будет кушаться достаточно быстро и подходим к выводу по моторам Airbot White 2306.5 на 1800 кВи честно говоря я удивлен тягой которую я получил на стенде я думал что тяга будет значительно ниже потому что у этих моторов магниты абсолютно ровные в отличие от RCN Power проведем сейчас простой тест я беру мотор завал и просто шатаю смотрите как легко у него крутятся провода вокруг мотора можно даже несколько оборотов подряд сделать абсолютно не напрягаясь теперь я беру моторчик на соответственно 1880 кВи от компании RCN Power в общем-то это все та же компания потому что Airbot мотор делает RCN Power и здесь магниты загнуты смотрите вообще не получается шатать провода они остаются в том же положении если попытаться сильно его покрутить провода остаются на месте вот вам разница я думал что будет заметная разница в тяге однако это не так друзья тяга у них практически одинаковая это какое-то чудо моторы очень мягкие плавные и для Cinematic Freestyle они подходят просто идеально теперь смотрите на какой я их дрон поставил дрончик это GPC Mark 4 HD 5 это мой первый DJI дрон я летаю уже на этом дроне аккумуляторов наверное до 15 может быть больше были лайтовые краши в основном по отказу железа вы об этом или узнаете или узнали уже ранее из обзора этого дрона просто давайте послушаем как крутятся моторы после некоторого времени использования абсолютно никаких посторонних звуков нет люфтов нет в общем моторы выглядят очень неплохо и я рад что для своего DJI дрона я выбрал именно Airbot White 2306.5 какие еще плюсы этих моторов а плюсы в общем то в том что на 6 банках если вы хотите летать экономно эти моторы позволяют летать экономно вот такой немаленький дрон может на аккумуляторе 6s 1500 миллиампер в час летать 10 минут системой DJI да конечно я летал плавно я никуда не спешил но 10 минут это конечно достаточно серьезный результат в общем моторчики могу однозначно вам советовать цена у них адекватная делает их завод R-SIM Power это мой любимый завод и они делают очень интересные продукты ссылка на данные моторы находятся в описании под видео если у вас остались какие-то вопросы если вам нужно помочь советам в выборе какого-либо оборудования пишите в комментариях также не забывайте что у меня есть группа ВКонтакте и Фейсбуке там я публикую каждый день какие-то интересные скидки и распродажи а также там вы можете пообщаться со мной на стене основное общение ведется в нашем телеграм-канале там уже больше чем 2000 человек общаемся онлайн на тему FPV квадрокоптеров и это крупнейший телеграм-канал на FPV тема в интернете а также друзья не забывайте за мой дополнительный канал со скидками и купонами в телеграм куда я публикую каждый день интересные распродажи скидочки рабочие купоны на момент публикации я каждый купон проверяю лично и с этими купонами можно неплохо сэкономить при заказе FPV железа из Китая кто пользуется инстаграмом скорее подписывайтесь на мою страницу будете в курсе всех новинок которые появляются у меня в руках поддержите это видео лайком друзья и не забывайте подписываться на мой канал кто этого еще не сделал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новое видео увидимся в новых тестах до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok